Ну что, всем привет! Всем доброго времени суток! На связи я, Эдди. И сегодня посмотрим интересный мод для GTA San Andreas, а именно мод для дома Карла, который добавляет новые комнаты. И давайте посмотрим, но снаружи ничего не поменялось, все меняется внутри, в доме Джонсонов. И смотрите, первое, что бросается в глаза, это новый интерьер, новые диванчики, новый телевизор современный с Samsung. Samsung посмотрите, пожалуйста, но почему-то белый шум. Ну ладно, давайте, может быть, начнем сверху, то есть с верхних комнат, посмотрим, что там есть. Смотрите, открывается вот эта комната, здесь у нас какая-то студия звукозаписи, как я понял. И вот так все здесь очень интересно построено, стоят кофры, как я понял, барабанная установка, очень много колонок, прям реально. Очень мощная студия звукозаписи, обыскала в какой-то степени, наверное, профессиональная. CJ тут записывает музыку. Смотрите, также появилась дверь в нашу спальню. И вау, новые скриншоты, точнее картинки из GTA 5, не замечал, признаю. Но в гардероб не будем заходить, там все по классике, новый такой ремонт. Но мне не нравится, как сделана кухня. Вот она сделана в каком-то дизайне, именно пол. Посмотрите, этот кафель или что это такое, ну не очень смотрится вообще, мне не нравится. Но ладно, это фигня. Смотрите, что есть тут, ребята. Я когда первый раз зашел, я реально чуть в штаны не наложил от звука и от неожиданности, просто посмотрите. И сразу спавнятся какие-то гуки и пытаются убить, хотя это не гуки, это военные, а может и какие-то вьетконговцы. Здесь еще орет музыка и просто вот этот эффект неожиданности. Я еще был в наушниках и у меня была нормальная громкость и я в натуре чуть не наложил. Ну вот такая тут интересная зона есть, чисто потрениться, как я понял, там поубивать кого-то. Но я его быстро замочил, обычно как мне кажется, нужно просто как-то вот так перекатываться туда-сюда, взять оружие. Но прикольно, согласитесь, что-то интересное. И знаете, снаружи это никак не портит атмосферу, потому что это как подвал. А снаружи подвал-то не видно, но хорошо. Единственное, к чему вопросы, возможно, к футбольной площадке. Посмотрите, пожалуйста. Ну, это уже заметно и... Ну, мне кажется, переделывать дом Карла было бы тоже трудно. Смотрите, нажимаем клавишу B и спавнится футбольный мяч. И можем просто забить, допустим, гол. Правда, я не знаю, для чего это сделано, с кем мы будем играть, потому что никого нету из педов. И одному играть, ну, такое, конечно. И это очень тяжело выгонять. Ну, запомнили, клавиша B, она спавнит футбольный мяч. Я смогу забить или нет, ребят? Давайте, нужно же забить-то. Гол, yes, наконец-то. Еще раз можем один заспавнить, второй, третий. Это клавиша B. И вот такой классный стадион для тренировок. Единственное, что еще мне не нравится, кроме кафеля на кухне, так это само освещение CJ. То есть, он очень темный. У меня сейчас яркость на максимуме стоит. Возможно, тут что-то не настроили, но CJ очень темный. Его плохо видно. Конечно, для меня это небольшой косяк. Но, в целом, задумка мода классная, согласитесь. Он очень популярный. Есть еще вторая версия 2018 года. Лично, это версия года... 16-го, да, 16-го года. Но есть еще новая версия. Но мне почему-то нравится больше вот эта версия. Не знаю почему, и самое интересное, вы не представляете, то, что в сумме у двух этих версий около 100 тысяч скачиваний. Представляете себе? То есть, у первой версии там больше 60 тысяч, а у третьей версии где-то 25. И вообще жесть на самом деле. Но я не нашел, к сожалению, вторую версию промежуточную между первой и третьей. Но ладно, не буду долго разговаривать. Кстати, посмотрите, даже на двери пометка то, что вот гитара. И видно то, что музыкальная тема. Ладно, всем спасибо. Был такой интересный мод. New Room CJ. Он так называется в оригинале. Новая комната. Я бы сказал, даже несколько комнат. Всем спасибо. Всем удачи. И до новых встреч. Адьос. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.